22 ноября поздравления с праздником принимают психологи. Именно эти специалисты первыми приходят на помощь, когда у человека случается серьезное потрясение или депрессия. В чем суть профессии и с какими проблемами сталкиваются лекари душ – ответы на эти вопросы в сюжете Елизаветы Кабановой. По данным Фонда общественного мнения, 57% россиян исключают возможность обращения за психологической помощью. Возможно, все дело в русском менталитете, благодаря которому у нас принято считать, что все самостоятельно пройдет. Вообще бытует мнение, что психолог обращается только тогда трудно, когда уже все, выхода нет. На самом деле это не так. Психологу можно на самом деле обратиться, то есть помимо работы такой вот, будем говорить, психотерапевтической, есть работа профилактическая, развивающая, коррекционная работа. То есть стереотипы это менять надо. Практикующая психология в России появилась только в конце 20 века. В 90-х перед людьми стояла задача прокормить свою семью и выжить, а не заботиться о своих эмоциях и мыслях. Вместо психологов русский народ выбирал церковь. Психологом в свое время выступала церковь. Это тоже психотерапия. На протяжении всей жизни у нас люди в своей жизни в то время они ходили к кому? Они ходили к священникам. И также они говорили свои проблемы. И задача была выслушать, посочувствовать. Но не решить. Многие психологи любят использовать зубную боль как аналогию психологических проблем. Если у вас болит зуб, вы же обращаетесь к стоматологу. Потому что знаете, если запустить, придется оплачивать уже дорогостоящее лечение. Также и с психологическими проблемами. Все начинается с малого, а потом выливается в более серьезные заболевания. В разрезе вообще психологии мне нравится пример Зигмуда Фрейда. Когда он говорил, что психика человека – это сосуд, который однозначно будет наполняться всеми этими проблемами, переживаниями. Он будет постоянно наполняться. Верх психологи знают пример этот. Он будет идти до краев. А потом что? Если мы не научимся опустошать этот сосуд, у нас будет постоянно расплескивание. А к чему приводит расплескивание? К депрессиям, стрессам. Задача психологов как раз в том, чтобы научить человека опустошать этот сосуд. Причем работа ведется не только со взрослыми людьми. В наше время уделяется особое внимание детской психологии. По утвержденной концепции, в школе должен быть один психолог на 500 обучающихся. При этом один психолог на 20 детей с ограниченными возможностями. Дефицит кадров есть. А стать психологом может не каждый. Наверное, рассудительным и проницательным должен быть психолог. Вот это очень трудно на самом деле сегодня в мире. Так вот в себе сдерживать. Человек должен быть общительным, контактным. Если говорить опять о трудностях. Мы тоже понимаем, что не проработав внутренние какие-то ресурсы как психолог, говорить сегодня решать проблемы другого человека будет очень сложно. При этом у психологов также бывают проблемы. Они ведь тоже люди. И герой нашего сюжета Оксана Зенина знает об этом не понаслышке. Она на собственном опыте испытала, каково это, когда полностью отдаешься профессии. Однажды она пришла провести занятия в группу детского сада. Раньше существовала такая практика. Каждый родитель проводил с детьми какие-то игры. Кто-то рассказывал. Оксана же, как молодой психолог, решила провести игру на сближение. Для выполнения одного из упражнений при вопросе, а дети стояли все в кругу, я задала вопрос, что присядьте, пожалуйста, на стульчике те, у кого мама, наверное, читает книжки. Я не подумала об этом. До этого мы говорили про мороженое, кто любит, у кого голубые глаза. Была хаотичная такая игра. И когда я задала этот вопрос, присели все, кроме моего ребенка. Это случай, который в моей памяти очень-очень близок. Поэтому надо быть здесь и сейчас, со своими близкими людьми, со своими детьми. И в том числе не выгорать на работе. Прежде чем обратиться к психологу, опекуну или же самому человеку, необходимо проверить специалиста. Оксана Зенина настоятельно рекомендует узнать уровень образования, как давно занимается психологической помощью, какими техниками владеет и где работает. Потому что иначе психолог может навредить, а не помочь человеку. Елизавета Кабанова, Леонид Шишлов, Телеканал «Север». И где-то помню.